Уважаемые налогоплательщики! Межрайонная инспекция номер 3 по Ленинградской области уведомляет о том, что наступает срок уплаты имущественных налогов, который установлен на 1 декабря 2021 года. Что такое налоговое уведомление и как его исполнить? Обязанность по ежегодному исчислению для налогоплательщиков физических лиц транспортного налога, земельного налога, налога на имущество физических лиц и НДФЛ возложена на налоговые органы в соответствии со статьей 52 НК РФ. В связи с этим налоговые органы не позднее 30 дней до наступления срока уплаты по перечисленным налогам направляют налогоплательщикам, физическим лицам, налоговые уведомления на уплату налогов. Форма налогового уведомления утверждена приказом Федеральной налоговой службы России и включает сведения для оплаты указанных в нем налогов, QR-коды, штрих-код, УИН, банковские реквизиты платежа. Налоги, подлежащие уплате физическими лицами в отношении принадлежащих им объектов недвижимого имущества и транспортных средств, исчисляются не более чем за три налоговых периода, предшествующих к календарному году направления налогового уведомления. В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление не направляется за исключением случая направления уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органам налогового уведомления. Налоговое уведомление может быть направлено по почте заказным письмом или передано в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. Налогоплательщик, его законный или уполномоченный представитель вправе получить налоговое уведомление на бумажном носителе под расписку в любом налоговом органе, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на основании заявления о выдаче налогового уведомления. Налоговое уведомление передается в срок не позднее пяти дней со дня получения налоговым органам заявления. В случае направления налогового уведомления по почте заказным письмом налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма. В электронной форме уведомление направляется через личный кабинет налогоплательщика. Это для физических лиц, получивших доступ к личному кабинету. При этом налоговое уведомление не дублируется почтовым сообщением, за исключением случаев получения от пользователя личного кабинета уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе. Налоговые уведомления, направленные в 2021 году, содержат расчет имущественных налогов за налоговый период 2020 год. Транспортный налог. В чем может быть причина роста налога? Первое. Это изменение налоговых ставок или отмена льгот, полномочия по установлению которых относятся к компетенции субъектов Российской Федерации. С информацией о налоговых ставках и льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» с сайта Федеральной налоговой службы. Второе. Применение повышающего коэффициента при расчете налога за легковые автомашины с средней стоимостью от 3 млн. рублей, согласно размещенному на сайте Минпромторга России перечню легковых автомобилей с средней стоимостью от 3 млн. рублей для налогового периода 2020 год. И третье. Наличие иных оснований, например, в результате перерасчета налога, утраты права на применение льготы, поступления уточненных сведений от регистрирующих органов и т.п. По земельному налогу рост налога может обуславливаться следующими причинами. Первое. Изменение налоговых ставок или отмена льгот, полномочия по установлению которых относятся к компетенции представительных органов муниципальных образований. С информацией о налоговых ставках и льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», опять же, с сайта Федеральной налоговой службы. Второе. Изменение кадастровой стоимости земельного участка, например, в связи со вступлением в силу новых результатов кадастровой оценки или переводом земельного участка из одной категории земель в другую, изменением вида разрешенного использования, уточнение площади. Третье. Наличие иных оснований, например, в результате перерасчета налога, утраты права на применение льготы, поступления уточненных сведений от регистрирующих органов. По налогу на имущество физических лиц рост налога может обуславливаться следующими причинами. Первое. Рост коэффициента к налоговому периоду. Второе. Изменение кадастровой стоимости объекта недвижимости, например, в связи с вступлением в силу новых результатов кадастровой оценки или изменением вида разрешенного использования, назначения объекта. Изменение налоговых ставок или отмена льгот, полномочия по установлению которых относятся к компетенции представительных органов муниципальных образований. Опять же, с информацией о налоговых ставках и льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте Федеральной налоговой службы. Как проверить налоговые ставки и льготы, указанные в налоговом уведомлении? Налоговые ставки и льготы, включая налоговые вычеты из налоговой базы, устанавливаются нормативными правовыми актами различного уровня. По транспортному налогу главой 28 Налогового кодекса Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации по месту нахождения транспортного средства. По земельному налогу и налогу на имущество физических лиц главами 31 и 32 Налогового кодекса Российской Федерации и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований по месту нахождения объектов недвижимости. С информацией о налоговых ставках, налоговых льготах и налоговых вычетах можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте Федеральной налоговой службы. Как воспользоваться льготой, не учтенной в налоговом уведомлении? Первое. Надо проверить, учтена ли льгота. Второе. Выяснить, есть ли у вас право на льготу. И третье. Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в любой налоговый орган по вашему месту нахождения. Что делать, если в налоговом уведомлении некорректная информация? Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уведомлении имеется неактуальная или некорректная информация об объекте имущества или его владельца, в том числе о периоде владения объектом, налоговой базе, адресе, то для ее проверки и актуализации необходимо обратиться в налоговые органы любым удобным способом. Для пользователей личного кабинета налогоплательщика – через личный кабинет налогоплательщика. Для иных лиц – посредством личного обращения в любую налоговую инспекцию, либо путем направления почтового сообщения или с использованием интернет-сервиса ФНС России обратиться в Федеральную налоговую службу России. В сведения о налогооблагаемом имуществе и его владельце, включая характеристики имущества, налоговую базу, правообладателя, период владения, в налоговые органы представляют органы, осуществляющие регистрацию физических лиц по месту жительства, регистрацию актов гражданского состояния физических лиц, органы, осуществляющие государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, органы, осуществляющие регистрацию транспортных средств, органы опеки и попечительства, органы, уполномоченные совершать нотариальные действия и нотариусы, органы, осуществляющие выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации. Ответственность за достоверность, полноту и актуальность указанных сведений, используемых в целях налогообложения имущества, несут вышеперечисленные регистрирующие органы. Указанные органы представляют информацию в налоговую службу на основании имеющихся в их информационных ресурсах, реестрах, кадастрах, регистрах, сведений. Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уведомлении имеется неактуальная информация об объекте имущества или его владельца, в том числе о периоде владения объектом, налоговой базе, адресе, то для ее проверки и актуализации необходимо обратиться в налоговые органы любым удобным способом. Первое. Для пользователей личного кабинета налогоплательщика через личный кабинет налогоплательщика. Второе. Для иных лиц посредством личного обращения в любой налоговый орган либо путем направления почтового сообщения или с использованием интернет-сервиса ФНС России обратиться в ФНС России. По общему правилу, налоговому органу требуется проведение проверки на предмет подтверждения наличия или отсутствия установленных законодательством оснований для перерасчета налогов и изменения налогового уведомления. То есть направление запроса в регистрирующие органы, проверка информации о наличии налоговой льготы, определение даты начала применения актуальной налоговой базы и тому подобное. Обработка полученных сведений и внесение необходимых изменений в информационные ресурсы, базы данных, карточки расчета с бюджетом и тому подобное. По общему правилу, налоговому органу требуется проведение проверки на предмет подтверждения наличия или отсутствия установленных законодательством оснований для перерасчета налогов и изменения налогового уведомления, то есть направление запроса в регистрирующие органы, проверка информации о наличии налоговой льготы, определение даты начала применения актуальной налоговой базы, обработка полученных сведений и внесение необходимых изменений в информационные ресурсы. При наличии оснований для перерасчета налога и формирования налогового уведомления налоговая инспекция не позднее 30 дней в исключительных случаях указанный срок может быть продлен не более чем на 30 дней, обнулит ранее счисленную сумму налога и пени, сформирует новое налоговое уведомление с указанием нового срока уплаты и направит вам ответ на обращение, либо разместит его в личном кабинете налогоплательщика. Что делать, если налоговое уведомление не получено? Налоговые уведомления не направляются по почте на бумажном носителе в следующих случаях. Первое. Если у вас есть наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога. Второе. Если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей, за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого, утрачивается возможность направления налоговым органам налогового уведомления. И третье. Налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса Федеральной налоговой службы России, личный кабинет налогоплательщика, и при этом не направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе. В иных случаях, при неполучении до 1 ноября налогового уведомления за период владения налогооблагаемым недвижимостью или транспортным средством, налогоплательщику целесообразно обратиться в налоговую инспекцию либо направить информацию через личный кабинет налогоплательщика или с использованием интернет-сервиса обратиться в Федеральную налоговую службу России. Благодарю за внимание. Продолжение следует...